Продолжение следует... Стоит златоглавый храм, посвященный святому, который имел особую благодать от Господа обращать людей к истинной вере. Кафедральный собор преподобного Симеона Столпника со дня своего освящения никогда не закрывался, храня и поддерживая православие на берестейских землях во все переломные моменты истории. Симеоновский собор Название Симеоновского собора восходит к древнему одноименному монастырю, который размещался на территории современной Брестской крепости. Однако в 1834 году в связи с возведением крепости все строения обители вместе с церковью были разрушены, а их территория отдана под укрепление строящейся цитадели. Указом императора Николая I было разрешено строительство нового храма на Кобринском форштате, но приступить к нему смогли лишь в 60-е годы XIX века. Через три года строительство каменного собора было завершено и 8 ноября 1865 года совершено его освящение. Епископ Гродненский и Брестский Игнатий Железовский совершил освящение этого храма 8 ноября 1865 года в сослужении 24 священников по указу митрополита Иосифа Симашко. С тех пор этот собор уже более 155 лет вмещает в себя молящихся и нужно отметить, что именно на этом соборе исполнилось великое пророчество защитника православия, достойного сына своего отечества, человека и святого с мировым именем преподобномученика Афанасия Брестского, который сказал о себе, «Где тело мое изъявленное и острупленное будет положено, там вера православная процветет». Так и случилось. С тех пор, как этот собор стал хранилищем этой великой святыни, частицей мощей преподобномученика Афанасия Брестского, этот собор никогда не закрывался. Церковь, построенная по проекту архитектора Скоржинского, является памятником архитектуры русско-византийского стиля. В 80-х-90-х годах XX века в соборе прошла масштабная реставрация. Начата роспись всего храма в живописном стиле, который занимался известный художник-иконописец Свято-Успенской Почаевской лавры Василий Крыштальский. Среди особо почитаемых святынь храма – Федоровская икона Божией Матери XVII века, а также список с чудотворной холмской иконы Божией Матери, иконы святого преподобного Семена Столпника, святой преподобной Евросинии Полоцкой, святителя Иннокентия Московского с частицами мощей. Брестские земли входили в состав Владимира Волынского княжества. Осредоточием православия всегда в этих землях была Почаевская лавра, а соответственно очень и почиталась икона Пресвятой Богородицы Почаевская. С тех пор всегда в этих землях было принято иметь в храмах Почаевскую икону Божией Матери. Исключением не стал и собор преподобного Семена Столпника. Здесь также в иконостасе над вратной иконой является Почаевская икона Божией Матери. Эта икона появилась здесь в 1937 году, когда люди крестным ходом за много километров шли пешком за Почаевской иконой Божией Матери. Ее написали как раз таки в Почаевской лавре. Затем тем же крестным ходом несколько суток эту икону Божией Матери несли сюда, в собор преподобного Семена Столпника. Каждое богослужение эту икону спускали со своего места. Каждый молящийся мог приложиться к этой великой святыне и попросить заступничества Пресвятой Богородицы. Затем наступила война. Эту икону уже стали реже спускать со своего места. Но до сих пор эта икона остается очень и очень почитаемая в этих землях. Спускают ее теперь уже ныне только один раз в году, в день ее памяти. Правую от главного входа стену украшают старинные иконы, подаренные в 1888 году семейством Сахаровых. В 1990-е годы икона Божией Матери «Умножение любви» находилась на иконостасе рядом с чудотворной иконой Спасителя. Впоследствии эти образа скомпоновали, добавив к ним еще один и поместили в единый аркообразный киот. Собор преподобного Семена Столпника уже много лет хранит частицу мощей преподобномученика Афанасия Игумена Бресского, достойного защитника чистоты православия. Как известно, в 1596 году была принята Бресская уния, по которой православные отходили к католикам. Рьяном борцом за чистоту православия был преподобномученик Афанасий Бреский, со своей непростой историей переживший очень много арестов, изгнаний и гонений за свою веру, за свое отечество. Долгое время мощи этого великого угодника Божьего хранились в приходской церкви преподобного Семена Столпника, там, где находился монастырь на территории нынешней Бресской крепости. Но ввиду того, что действительно там случалось очень много пожаров, эти мощи не уцелели. Лишь некоторые части мощей были затем собраны священником в одно место. Но когда случились годы гонений и святые мощи осквернялись, конечно же, не только эти, и многих других святых, то мощи преподобномученика Афанасия Игумена Бресского были вывезены в западные страны. И в частности, то, что уцелело, сегодня находится в Леснянском монастыре возле Парижа, во Франции. Но усилиями ныне преснопамятного митрополита Филарета Вахрамеева, почетного патриарша и экзарха всей Беларуси, в 1995 году частицы мощей преподобномученика Афанасия Бресского прибыли на нашу Бресскую землю. И теперь одна частица мощей хранится в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Игумена Бресского, ныне село Гершоны, там, где святой окончил свой земной путь. И другая частица мощей находится здесь, в соборе преподобного Симеона Столпника. В 2005 году по благословению епископа Бресского и Кобринского Иоанна рядом с храмом установлен бронзовый памятник преподобномученику Афанасию Бресскому. Событие приурочено к 360-летию со дня мученической кончины святого. С возрождением церковной жизни на Брещене произведен наружный ремонт и покраска храма, благоустроена территория. Все купола заменены на позолоченные с шестиконечными крестами, сооружена новая церковная ограда, оборудовано архитектурно-художественное освещение. Кафедральный собор включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Архитектурный комплекс украсила новое здание воскресной школы. При соборе действует церковная библиотека, детско-юношеский хор, сестричество милосердия и молодежное братство во имя преподобномученика Афанасия Игумена Бресского. Кафедральный собор, как и его святой покровитель преподобный Симеон Столпник, является столбом и утверждением веры православной на Брещене. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, разделяя молитвенную радость с паствой, ежегодно совершает здесь более 200 богослужений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова